Российский певец Валерий Меладзе попал в просаг, предложив артистам игнорировать новогодние огоньки. Исполнитель был уверен, что так с коллегами сможет привлечь внимание к их бедственному положению. Вместо этого он нарвался на осуждение со стороны артистов, которые хотят заработать перед Новым годом. Тем временем журналисты выяснили, что Валерий Меладзе уже накопил себе на безбедную старость. По данным Лайфа, в собственности у артиста дом на Рублевке, который может стоить около 2,5 миллионов долларов. В 2018 году Меладзе продал физкультурно-оздоровительный центр в Одинцове, но продолжает владеть торговым центром Вантаж в Восточном Бирюлево. Торговый центр арендует известный столичный супермаркет и другие предприниматели. В год Меладзе имеет чистой прибыли почти 15 миллионов рублей. Также заработал Валерий Меладзе немало на госконтрактах. В 2017 году он получил 3,5 миллиона от Московской дирекции массовых мероприятий. В 2018 году 3 миллиона рублей от зала Октябрьский в Санкт-Петербурге. На частных вечеринках Валерий Меладзе за час песен получает от 40 до 60 тысяч долларов. Неплохо зарабатывает и брат Валерия Константин Меладзе, который долгое время с братом владеет первым музыкальным издательством. Артисты работают с Иваном Дорном, Димой Биланом и Филиппом Киркоровым. В год доходы издательства превышают 1 миллиард рублей. Занимается Константин Меладзе также продвижением группы Виагры, чье выступление оценивается в 30 тысяч долларов. У Меладзе есть и сестра. Лиана известна в шоу-бизнесе, как продюсер. У нее есть доля в Вильвет Мьюзик, с помощью которой продвигаются Ёлка, Гоша Куценко, Владимир Пресняков и Мари Краймброви. Официально бизнес в год приносит до 45 миллионов рублей.